Детям до 16 смотреть не рекомендуется. Мы начинаем. Детям до 16. 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 коллег. Несмотря на весь экстрим, сотрудникам управления удалось докопаться до истины и поставить точку в расследовании на шумевшей катастрофе вертолета Ми-171 в республике Алтай. Работать на местах крушения воздушных судов невероятно сложно, как психологически, так и физически. Чтобы собрать обломки, специалистам приходится обследовать километры территории, причем зачастую в глухой тайге или в горах. На помощь приходит современное оборудование – жилые модули, защищающие группу от ветра и холода, или осветительные вышки, от которых даже ночью светло, как днем. В целом же рабочий арсенал современного следователя выглядит весьма внушительно. Ксеноновый источник света высокой интенсивности, который позволяет при работе на месте происшествия следователям обнаруживать латентные отпечатки пальцев, следы ног, микрочастицы. На вооружении имеются также электронные устройства, считывающие информацию с гаджетов, причем даже удаленную, детектор взрывных веществ и много чего еще. Ветеранам следственных органов такой оснащенности остается только позавидовать. Пик карьеры следователя пришелся у Геннадия Никитовича на 60-е и 70-е годы. Тогда о современных девайсах даже не мечтали. Сейчас времена изменились, однако главная задача у правоохранителей осталась прежней – защищать людей от любых проявлений беззакония. И по мнению ветерана, молодое поколение с ней вполне справляется. Леонид Лишенко, Борис Гладких, экстренный вызов. И в продолжении темы о правоохранителях на транспорте. В Новосибирске сотрудники полиции задержали в метро серийного зацепера. Мужчина оказался заядлым любителем экстремальных поездок и автором популярных в интернете видеороликов. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина блуждает по платформе в ожидании поезда. Когда электричка подходит, он цепляется за последний вагон. Но прокатиться с ветерком пассажиру не удалось. Его вовремя заметил дежурный по станции. В процессе осмотра состава он выявил пассажира, который вышел из поезда, и начал фотографировать кабину машиниста. Он обратил на это внимание, предложил пассажиру пройти в комнату полиции. Тот не отказался. Сотрудники метрополитена опознали в задержанном героя многочисленных интернет-роликов. 33-летний экстремал признался, что увлекается этим не первый год. А с какой целью? С целью экстрема я вот так-то я катаюсь на железной дороге. У меня все в Берске, да? Ну, да. Выяснилось, что в начале июня мужчина проехался на электричке от речного вокзала до Октябрьской, а спустя месяц в противоположную сторону до станции Студенческой. Ранее зацеперы неоднократно привлекали к ответственности за езду на пригородных поездах. Умышленные действия данного гражданина увлекут наложение административного штрафа в размере от 20 до 30 тысяч рублей, либо административного ареста на срок до 10 суток. Собранные материалы для принятия решения в ближайшее время передадут в суд. В этом году сотрудники отдела полиции по охране метрополитена уже задерживали аналогичного правонарушителя. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей. На сегодня все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Он доступен каждый будний день в рабочее время с 10 до 6. Видео ЧП выкладывайте в группе экстренного вызова ВКонтакте. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся завтра на канале ОТС. Продолжение следует... Продолжение следует...